Вот две камбалы понеслось. Что тебе нужно? Две камбалы. Пока политики и бизнесмены ищут баланс в глобальной экономике, повара на кухне, кажется, нашли путь к сердцу инвестора. Черноморская камбала, розбив из тихорецкой говядины и салат из армавирской индейки. Хиты заказов. Инвестиционный ресторан «Кубань», открывшийся на время Петербургского международного форума, стал одним из самых популярных павильонов экономического саммита. Почему идея ресторана? То есть что, еда как-то располагает к деловому общению? Ну а как же? Никогда на голодный желудок не делались более-менее плодотворные дела. Когда мы говорим о тех или иных успехах, мы, как правило, они решаются всегда на сытый, на полный желудок, когда люди покушали достаточно качественную вкусную еду. Поэтому, конечно, залог качественного бизнеса – это хороший, сытый человек. Ставку в инвест-ресторане, как и в экономике региона, сделали на мощное сельское хозяйство. В блюдах используют экологически чистые продукты, выращенные только в Краснодарском крае. Крупный бизнес любит крупные блюда. То есть они любят кусочки побольше, порции покрупнее. Современный крупный бизнес начал разбираться в продуктах, и он готов брать большие порции, но при этом они очень внимательно смотрят за калориями. Бизнес в России действительно стал разборчивее. И не только в еде. Доказывает это национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах. Его ежегодно составляет агентство стратегических инициатив. Результаты озвучили сегодня в присутствии губернаторов. Именно от их работы во многом зависит, удобно ли себя чувствуют предприниматели. Краснодарский край второй год подряд занимает седьмое место. Опрошенные бизнесмены отмечают – на Кубани значительно сократились сроки и количество процедур, необходимых для подключения к электросетям. Также ускорилось получение разрешения на строительство. А вот административных барьеров меньше не стало. И такая тенденция по всей стране. Бизнес в целом говорит о том, что давление увеличивается со стороны проверяющих органов. Бизнес стал требовательнее и строже в своих оценках контрольно-надзорной деятельности и административного давления со стороны проверяющих и регулирующих органов. Чтобы снизить давление на бизнес, достаточно избавиться от лишних административных процедур, замечает во время обсуждения губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. В регионе как раз пошли по этому пути. Мы изменили законодательство субъекта таким образом, что инвестор, чтобы получить налоговую преференцию, ему не нужно обращаться в административные органы. Он напрямую обращается в налоговый орган. То есть мы убираем любой еще момент, который заставляет где-то инвестора кланяться или что-то либо делать вообще нехорошее. Контрольно-надзорную деятельность в принципе нужно пересмотреть. Сошлись во мнении участники дискуссии. Работу малого и среднего бизнеса частично регулируют нормативные акты, разработанные еще в 90-х, заметил глава Тульской области. Сейчас эти принципы не актуальны. В свою очередь Вениамин Кондратьев предложил создать еще один альтернативный рейтинг. Просто не знал, что можно здесь говорить о проблемах. Я вот такой вариант предлагаю. Понятно, что сегодня то, что делает ОСИ, оно держит нас в тренде. А вот то, что сказал сегодня губернатор Тульской области, оно нас выбивает из тренда. Поэтому давайте, может быть, создадим тоже такой же рейтинг инвестиционной активности федеральных, территориальных органов, субъектов. И неважно, фискальные, они контролирующие или просто оказывающие услуги. И тогда мы посмотрим, насколько они будут в тренде, только в тренде вместе с нами. Безусловно. Поддержка будет. Мы до сих пор не приняли общий закон по контролю надзорной деятельности. Хотя прежний у нас министр экономического развития обещал принять его год назад еще. Этот год уже прошел. Значит, закона до сих пор нет. Мы разговаривали с Максимом Орешкиным буквально вчера. Я его попросил постараться все-таки в осеннюю сессию этот закон до работы принять. Почти во всех регионах России, отмечают эксперты, произошел рывок в развитии малого и среднего бизнеса. Только на Кубани работают больше 300 тысяч небольших предприятий. Именно частный капитал должен стать одним из основных инструментов развития отечественной экономики. Об этом Владимир Путин говорил на пленарном заседании форума. Важно, что в формировании открытой благоприятной деловой среды активно участвуют регионы. Чтобы обеспечить опережающие темпы роста экономики, нам нужно значительно увеличить вложения в транспорт, энергетику, связь, другую инфраструктуру. Источником дополнительных инвестиций должен стать именно частный капитал. Важно установить понятные, стабильные правила, защищающие интересы инвесторов. Возврат его капиталовложений предлагается осуществлять за счет регулярных платежей, которые будут поступать от основных выгодополучателей, выгодоприобретателей инфраструктурных объектов. Это бюджеты разных уровней, инфраструктурные монополии, другие пользователи инфраструктуры. То есть речь идет о внедрении своеобразной инфраструктурной ипотеки, когда инфраструктурный объект фактически покупается в кредит, полученный от частных инвесторов. А пользователь объекта этот кредит постепенно гасит. Несмотря на то, что основная дема Петербургского экономического форума – поиск балансов глобальной экономики, разговоры о состоянии малого и среднего бизнеса постоянно подпитывают атмосферу саммита. Все прекрасно понимают, без этого сектора деловая жизнь не будет полноценной. Оказать поддержку участникам готовы депутаты Государственной Думы от Краснодарского края. По мнению Константина Затурина, на законодательном уровне необходимо отделить инвестиционные банки от тех, которые работают с населением. На уровне Государственной Думы необходимо принять законы, по которым прежде всего в сфере малого, среднего предпринимательства дать льготы для старта, для стартапа. Но, к сожалению, банки очень тяжело идут навстречу, потому что требуют кредитную историю. Если нет кредитной истории, то никакого кредита нет. А ведь экономика развивается не из прибыли, она развивается из кредитов. Вот это важное, это самое главное. Если мы заставим нашу банковскую систему работать на производство, в этом случае я уверен, успех будет. По оценке международных экспертов, за пять лет Россия продемонстрировала лучшую по сравнению с другими странами динамику в совершенствовании предпринимательского климата. По известной шкале Doing Business мы поднялись сразу на 80 позиций вверх. Без сомнения, равновесие в экономике всей страны зависит от делового климата в каждом конкретном регионе. Кубань привезет из Санкт-Петербурга семь подписанных соглашений и протоколов на сумму более 4 миллиардов рублей. Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Москаленко. Кубань, 24. Из Санкт-Петербурга.